Ли Фигаро, Франция, как Путин играет на слабостях Европы Лор Монгевиль Ли Фигаро, Франция 20 августа 2019 года «Мы никогда не относились к Европе как к любовнице», заявил Владимир Путин в 2015 году группе итальянских журналистов. «Мы всегда предлагали серьезные отношения». Не задал года прибытия президента России и Эммануэль Макрон тоже выразил готовность активно работать над восстановлением отношений с Москвой. «Вполне понятная цель с учетом ключевой роли этой гигантской евразийской страны для континента и возвращения России в позиции с силой на международной арене». Но что, помимо туманных заявлений о намерениях, которые подтверждены в понедельник в Бреганцине, может означать возобновление диалога с большим восточным соседом в обстановке новой холодной войны и полного отсутствия доверия между Европой и Россией через сто с лишним лет после Октябрьской революции. «Чего хочет царь Путин, который решает, практически, все на российской земле и сделал главным экспортным продуктом страны в 21 веке не нефтегаз, а страх». Как говорит политолог Сергей Медведев, «Есть ли сегодня у европейских стран средства, чтобы снизить напряженность и найти почву для договоренностей, Ближний Восток, Энергетика, Украина и Китай, с российским режимом, который одежим призраком демократической цветной революции в стиле Майдана, а также мифом о западной пятой колонне разыгрывает карту национализма? Можно ли во имя реализма закрывать глаза на наступление на грузинскую границу в Южной Осетии, аннексию Крыма и войну в Донбассе, сбитый в небе над Украиной малазийский лайнер, вмешательство в выборы в США и Европе и отправление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в центре Великобритании? У европейцев нет четких ответов на все эти вопросы, потому что они очень сложны. Путин терн за исключением ельцинского периода, когда Россия активно шла на сближение с Западом. Пока проект не натолкнулся на внутреннее давление в стране и идейный разброд в западном лагере, кремлевское руководство десятилетиями придерживалось примерно одной политики укрепления влияния в Европе, бывшей объектом притязаний, восхищения и раздражения. Оно систематически пыталось вбить клин между европейцами и старшим американским братом, ставя под сомнение статью 5 Североатлантического договора, который с 1945 года обеспечивает безопасность демократической Европы. Эти усилия все еще играют центральную роль. Путин по-прежнему считает США главным стратегическим противником и решил пойти на альянс с Китаем, несмотря на очевидные риски. Как и СССР в прошлом, путинская Россия по большей части игнорирует Европейский Союз и считает его, отчасти справедливо, бюрократическим бумажным тигром. Она предпочитает вести двусторонние переговоры с национальными государствами, в частности с грандами вроде Германии, Франции и Великобритании, чтобы лучше разделять и властвовать. Как и в советскую эпоху, Путин сидит на идеологическом коньке, который представляет собой не коммунизм, а национал-популизм с примесью консерватизма. Он создает себе образ защитника христианской Европы и формирует политические и финансовые отношения с рядом ультраправых партий, которые так близки к Москве, что некоторые обозреватели, например, историк Франсуаза Том, Франчо и Ситом, говорят о путинтерне, как в прошлом говорили о комментерне братских компартий. Гениальный ход, показывающий умение бывшего агента КГБ чувствовать уязвимость там, где он работает. Кардинальные изменения в равновесии сил заключаются в слабости Европы и глубине переживаемого ей кризиса идентичности. Она не в силах ответить на очевидные вызовы иммиграции и ислама и сама открыла пространство для идеологических спецопераций Кремля и его дезинформационной гибридной войны. Козыри в рукаве увяшив Брексит и Великобритания не может в полной мере дать ему отпор, несмотря на дело Скрипаля, и это подталкивает Путина к предложению возобновить диалог с Лондоном как ни в чем не бывало, не уступая при этом ни пяде земли. Что касается Франции и Эммануэля Макрона, то она подорвана протестами желтых жилетов, ослаблена в экономическом плане, находится не в лучших отношениях с немецким партнером, но хочет играть роль международного посредника в иранском кризисе. Здесь Россия ощущает себя в позиции силы, а телевизионные пропагандисты Кремля и они отказывают себе в удовольствии посмеяться над французским лидером, которого они, судя по всему, не принимают серьез. У Путина есть в рукаве несколько других козырей, например, министр внутренних дел Италии Маттиас Альвинии и австрийский премьер Себастьян Курц, с которыми у него сложились прекрасные отношения. Его деятельность набирает обороты и в Центральной Европе, Венгрии, Арбана и Чехии и Зимана. Даже Германия, которая при Ангеле Меркель играла роль главного европейского защитника от российской агрессии и поддерживала единство Европы по вопросу посткрымских санкций, переживает сегодня серьезный кризис идентичности, самый очевидный симптом которого – альтернатива для Германии. Все это создает у Владимира Путина ощущение собственной силы, тем более что Америка Трампа, судя по всему, испытывает удовольствие от дестабилизации собственных союзников. По мнению аналитика Уильяма Кортни, Уильям Чауртни, Россия идет в наступление и делает упор на политической конфронтации и военном вмешательстве. В такой обстановке диалог, которого так жаждут реалисты, может оказаться неэффективным. Кортни считает лучшим вариантом применения методики Регана, который, едва заняв президентский пост, укрепил свои силы и перешел в контратаку на дезинформационном фронте, начав настоящие переговоры лишь с приходом к власти Горбачева. Европе нужна Россия, но она должна укрепить себя изнутри и урегулировать основные проблемы. Если хочет повлиять на будущее России, а не просто дать ей ослабнуть, отмечает один российский наблюдатель, подчеркивая, что за видимостью силы Путина на международной арене скрывается беспорядочная, деморализованная и подрываемая коррупция страна. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.